Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас для вас новая игра. Для нашей игры нам понадобится листочек формата А4, желательно, чтобы он был плотненький, и два фломастера разных цветов. И больше ничего, как-то не странно. Но игра наша будет сегодня с вами необычная, интересная. Я думаю, что в дальнейшем вы можете взять на заметку эту игру и придумывать на ее основе другие более интересные, более сложные задумки. Итак, в чем же заключается сегодняшняя наша игра? Мы с вами сегодня с ребенком будем изучать такое понятие, как шифр. Шифр и учиться шифровать и расшифровывать. Для того, чтобы объяснить ребенку, что такое шифр, в данном случае я использую сегодня небольшое количество символов, которые мы будем, собственно, шифровать. А в качестве символов я сегодня взяла вот цифры, да. Что мы объясняем ребенку про шифр и говорим, для чего он нужен? Нам ребенка нужно заинтересовать, соответственно, сложное такое понятие мы превращаем в игру. И объясняем, для чего вообще нужен шифр. Шифр нужен, чтобы спрятать от кого-то какую-то информацию, да. Ну, можем поговорить с ребенком, организовать на эту тему беседу, кому нужно прятать информацию, от кого нужно прятать информацию. И, собственно, детям объясняем, что мы сегодня его посвятим в такую вот интересную, сложную тему, и он сможет потом собственноручно придумывать свои шифры. Что важно в понятии шифр? Что есть какой-то символ, которому мы присваиваем другой символ, который знает только ограниченное количество людей. В данном случае мы зашифровали цифры и зашифровали их с помощью геометрических фигур. Соответственно, к этой шифровке обязательно должен быть ключ. И ключ у нас находится вверху листа. Ребенку также объясняем это понятие, что есть шифр, а есть к нему ключ. К ключу есть доступ у определенного количества людей. Итак, рисуем на листе бумаги вверху наш ключ. То есть в данном случае это цифры и геометрические символы, которые их зашифровывают. А дальше мы до того, как отдаем ребенку этот лист, рисуем ему, собственно, послание с помощью этого шифра. В данном случае у нас не буквы, у нас цифры, поэтому послание не несет какой-то нагрузки. Но ему важно, ребенку важно грамотно его расшифровать. Соответственно, мы в любом порядке рисуем символы, которыми у нас зашифрованы цифры. И даем ребенку, когда уже заполним полностью эту табличку, даем ребенку, чтобы он их расшифровал. И потом проверяем, получилось у него или нет. Потом можно попросить, например, ребенка сделать то же самое, но для вас. Когда он уже полностью разберется с тем, что мы ему предложили. И в начале видео я сказала, что можно в дальнейшем использовать эту задумку. То есть можно, допустим, весь алфавит перевести в символы. И писать друг другу такие вот зашифрованные послания с помощью такого шифра. И этот шифр будете знать только вы с вашим ребенком. Так, ну я думаю, что я не буду заполнять всю табличку. Я думаю, что понятно, да, понятен принцип. Что мы предлагаем ребенку? Мы заполняем полностью табличку, предлагаем ребенку. Вот этот столбик у нас заполнен, а в этом столбике ребенок должен расшифровать. Помимо того, что это интересно, помимо того, что здесь подключается вот эта зрительная моторная координация, мы еще с вами подключаем и логическое мышление, потому что ребенок должен соотнести символ и соотнести шифровку для этого символа. Соотнести это все с ключом и, соответственно, найти правильное решение. Ну вот ребенок у нас смотрит так. Вот этот символ, это цифра 3. Он пишет в этом столбике цифру 3. Дальше треугольник. Это у нас цифра 4. Он записывает цифру 4. Почему я взяла вот именно такие символы, а не сразу зашифровал алфавит? Потому что для того, чтобы разобраться с каким-то понятием, в данном случае это понятие у нас шифровка, нужно использовать минимальное количество символов, чтобы ребенок именно разобрался, попробовал себя в этом деле и оценил свои возможности. И когда он уже будет успешно справляться с минимальным количеством символов, вы можете уже вводить для него более сложные, такие как алфавит. И, соответственно, он будет повторять буквы, он будет пробовать составлять из них слова. В то же время у вас появится такой небольшой как бы секретик семейный, да, которым вы можете общаться. Язык шифрования будет доступен только вашей семье, например. Это очень сильно объединяет, и вы можете друг другу оставлять такие мини-послания на холодильнике по утрам. Вот так будет выглядеть готовая табличка, полностью заполненная, когда ребенок разберется с тем, что мы с вами сегодня обсуждали, да, с шифрованием. Если ребенок правильно расшифровал символы, то у него должно получиться вот такой набор цифр. Ну и дальше, соответственно, все в таком же плане будет работать. Вот такую с вами мы игру сегодня сделали. Она не требует больших вложений, то есть, по большому счету, нам нужен только листок бумаги и два разноцветных маркера. Разноцветных для того, чтобы было четко понятно, где символ, который мы шифруем, и где символ, с помощью которого мы шифруем. Соответственно, такую игру можно сделать прямо на коленке, где-то в дороге. Например, если вам ребенка нужно занять в машине, пока вы ездите от точки А в точку Б, вы можете быстренько накидать такую табличку с любыми символами, не обязательно, это будут цифры, да, и ребенок будет какое-то время у вас занят и увлечен. А на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, забегайте на наш телеграм-канал, у нас там всегда очень много всего интересного. Ну и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok